это было 30 октября я уже почти не помню его мы жили в нашем городке оборванцы в городке нигде 7 долгих лет с родителями братом но после переезда когда меня окружила нормальная совсем обычная городская жизнь целые куски памяти стали куда-то пропадать городок нигде стал походить на сыр в огромных дырах темный парк на месте сгоревшие туберкулезной больницы где мы играли футбол где был кирпичный подвал в котором кто-то из старших нашел человеческий череп с куском позвоночника есть парк но нет ничего за ним что там видно косые черные избы вросшие в землю с разными наличниками грязными мутными окнами как картин картонки облупленные заборы а за ними ничего путь школу по утрам зимой в кромешной мерзлой темени бледный зайчик от фонаря скачет под щербатой красной стене снег блестит кулинарии в кирпичном доме очень старом царских еще времен только фасад что там внутри горячий запах свежего хлеба искорки лимонада на небе на небе не помню помню как сгорела школа сосновые бревна старого корпуса деятелись начальные классы труды и сторожка все в каплях смолы туалетом там служила уличная пристройка из деревянных железнодорожных шпал насквозь пропитанная мазутом в теплое время мелкота снова основала между старым и новым корпусом как муравьишки в наш цивилизованные сортиры обратно в холода им волей-неволей приходилось бегать пристройку той осенью прошел девятый класс всей школе отменили уроки из-за урагана ветром срывала кровлю воротила заборы а над пристройкой замкнула оборванные провода и она вспыхнула как спиртовая салфетка от нее загорелась старая школа выгорела целиком и книги и парты и мастерская и вещи сторожа надей юрьевны остался только бетонный фундамент а на нем бесформенные груды обугленных шпал закопченных железных каркасов до горелой дранки с кусками штукатурки школе в тот день была одна надя юрьевна она вылезла из окна своей сторожке на первом этаже когда проснулась от плотного едкого дыма и гула пламени так что никто не пострадал и многие вообще-то даже радовались особенно в третьих четвертых классах муравьишки решили что уроков не будет раскола погорела но не тут то было трудов у старших классов и правда больше не было очень долго больше года пока не купили новые инструменты мастерскую но в начальные классы никто распускать не собирался их просто запихнули в наш корпус теперь все учились с двойным классами выходило не намного лучше чем учить горбушу в консервной банке и разумеется уже не второй день нововведений тесные классы превратились притоны кабаки подпольный казино учителя могли заниматься лишь тем кого увидели а видели они два первых ряда 10 человек каждый на задних партах резались карты и фишки с покемонами рейнджерами голыми фотомоделями в тихомолку хрустели чипсами и читес шуршание пакетов заглушал некромкий но явно различимый гул перешептывание перероговый не издавленного смеха а найти наказать кого-то в этой маршрутке в час пик было чистой фантастикой кто-то торчал в телефонах загоняя несчастного мотоциклиста вверх по ответственности не целые кинотеатры собирались вокруг редких счастливых мажоров которым родители купили новые телефоны и оплатили интернет смотрели симпсонов youtube иногда порнуху некоторые занятия где не надо было выходить и решать на доске как на математике шли в актовом зале директриса обозвала их лекциями на лекцию можно было согнать сразу все параллель так у нас появились лекции по истории литературе биологии физики вызванные к доске попадали с корабля на бал и приходилось стоять на низенькой сцене перед аудиторию сотню скучающих рож повествуя фотонах бурбонах и капитанской дочки в древней как сами бурбоны и хрипящий от натуги микрофон но настоящий библейский садом начал нался на физкультуре начинался он как подобает хорошему театру абсорда с вешалки светлые голову директрисы пришла отличная идея все-таки физкультурная программа не так сильно различается от класса класса так почему бы не выкроить время для других уроков и не согнать спортбал сразу несколько параллелей сказано сделано с тех пор мужская раздевалка стала филиалом ада я не бывал женской но сомневаюсь у них было как-то иначе раздевалка не было просторной горницей и в прежние лучшие годы всегда перед твоим лицом моя челчейту зад всегда по рыжему дощатому полу стелились ароматы пота кишечных газов выдержанных не хуже доброго к янте носков но те времена вспоминались теперь со светлой грустью сколько мальчиков может быть двух классов в малине когда на 10 девочонок по статистике полторы коллеги человек скажем 15 хорошем трудовом коллективе казарменного типа наберется и 30 даже 40 все это бирюльки качественно новое не виданная до сели раздевалка каким-то образом вмещала две полные параллели все восьмые девятые классы 90 плотных гогочащих тушь на первой же физкультуре я увидел лизу корзину из восьмого ее фамилия была корзина с ударением нау но учителя запомнили этот нюанс не сразу и даже подруги постоянно звали корзины или корзинка с ударением на и впрочем шутку не обидно у тех кто хотел ее обидеть и достать шутки были в основном генитальные порнографические такой лад всех местных гений сверхчеловеков настраивала лизина тонкая фигурка милое лицо и броской манер одеваться мать лиза работала кем-то серьезным то ли судьей то ли нотариусом и должна была быть на наш оборванский взгляд не виднее врамовича и арабских шейх дома лизе никогда ни в чем не отказывали наверное у нее первый среди всех моих знакомых появился домашний интернет ей покупали то чего не было ни у кого она всегда выглядела белой вороны всегда подкрашивала чуть присыпанное блеклыми веснушками курносы лицо как делали только самые старшие или совсем городские приезжавшие к родине из областного центра девчонки всегда одевалась вычерно в наряды которые я снова увидел гораздо позднее когда давно уже жил в большом городе и такие же наряды вдруг стали появляться на всех девчонках подростках в округе носила и безграмот безразмерные брендовые кофты и китайские жерель и чокеры и анимешные гольфы и бейсбольные бомберы как в американском кино мы дети рынка и трех полосок отродясь не видели ничего подобного она покрасила волосы в розовой что такого вроде бы но кое-что такое тут было во всей нашей школе никто не красил волосы в неестественные цвета их вообще мало кто красил разве что в блондинку и даже это было событие нет не так даже за все семь лет в нашем городе я ни у кого больше не видел ни зеленых не синих не розовых никаких нибудь еще не таких волос за розовые волосы лизина мать ходила к директрисе три раза не знаю что за ультиматум и там выдвинули но после третьего захода лизы перекрасилась более-менее нормальный рыжеватый оттенок наверное при другом раскладе ее травили бы без жалости она выделялась на нашем фоне также как выделялись плазменные телеки стариковских квартирах с красными дисковыми телефонами и половинками из шерсти динозавра как пришелец самых нищих самых темных самых хлебнувших жизни не могло не злить не злить это яркое нахальное сияние чужого бабла но к лизе корзиной всегда можно было сходить поиграть в gta и mortal com вот у нее всегда находились новые диски с играми музыкой и киношками у нее можно было занять 100 рублей до когда-нибудь то есть большинстве случаев до никогда она без проблем покупала на всех чипсы газировку пиво иногда приносила из дома совсем уж необразимое явство который наш медвежий угол застрявший в 90-х знать не знал то доктор пеппер то таблерон на школьную дискотеку выпускной наших девятых классов она пронесла итальянское полусладкое шампанское она стоила целое состояние почти тысячу рублей все сперва даже трогать его побаивались просто глазели как на невидом артефакт с другой планеты на ее телефоне всегда можно было позабыть позабыть видосы святого да черт бы с ним она первая открыл все параллели волшебный мир сайт взгляд 3 мы забыли что значит делать уроки нет лизу корзину никто не травил ей весело и жадно пользовались словно уроком изобилия или порталом другой измерением она и рада была стараться не знаю считала лена что ее за правду обожают за глубокий внутренний мир может она все понимала может ее просто устраивала как все сложилось со всей этой блестящей мишерой она сеяла в тысячу раз ярче всех своих подруг да и всей женской половины нашей школы но помоев ей доставалось чуть не больше хуже было нездоровым вниманием мы строились как моногород вокруг большого металлургического завода перестройку завод начал хереть медленно гнил заживо в начале двухтысячных остановился совсем вместе с ним остановился город из градообразующих предприятий в нем остались железная дорога китайские харчевни до магазинчики азербайджанцы теплоцентраль грузная как огромный чугунный утюг несуразно большая для нашего городка когда-то питала завод а после его кончины превратилась городскую котельню ее колоссальная труба вздымалась над городом по соседству с последней уцелевшей заводской кирпичные все металлические понемногу разобрали налом зимой труба котельные подпирала столб густого белого пара огромная в несколько этажей дыра в грязной бордовой стене зияло всегда сколько себя помнил никто ее не заделывал на это требовались деньги а денег не было прямо под моим окном стоял двухэтажный барак покрытый желтой штукатуркой в бараке жила семья барыка марина цыганочка и ваня цыган они снабжали какой-то парашей всю окрестную нечисть часто жуткие серые рыло поставившись валялись прямо под нашим балконом это знали все часто на улице особенно около вокзала стояли улыбчивые люди меховых кепках выпускники прошлых лет которые все знали по имени которых все знали по имени которых многие помнили бесштанными карабузами дети соседей знакомых воспитанники нашей добрые лифтина николаевны они ждали антошу антоша тоже раньше учился у лифтина николаевны антоша приходил и люди в миговых кепках садились с ним старенькую камри они всегда куда-то ездили отчим нашего одноклассника латыпова был должен антошу очень много денег за дом однажды ночью антоша и другие ученики алифтина николаевны приехали к отчиму латыпова увезли телевизор сказали что в другой раз увезут латыпова сестрой это тоже знали все все что случилось в огромной деревне ни для кого не было секретом кто бы не пропал кто бы не повесился кто бы не сел за выставленную хату в 16 лет как другой наш иноклассник старшие школе иногда собирали с нас деньги по мелочи с кого 10 рублей с кого 15 100 нагрев на зону а любой шестилетний пацан которому школу на будущий год хоть и не умел пока читать но зато мог без опинки выяснить что значит черт красный опустить спрос положенец бродяга и людское тогда еще нигде не гремели всякие словечки и аббревиатуры ауе и прочее не было слышно ничего подобного и у нас у нас это называлось повседневный быт так что думаю я не оставил больно уж много пробелов и недосказанности ясно что у нас был за городок большей части тех кто учился в нашей школе было достаточно ништяков что сыпались из лизы чтобы не досаждать и больше прочих ну корзина будешь без резины ну корзина пехается со старшаками нацарапать ножиком сортили велика печаль кто в юные годы не на одном заборе не побывал лохом гандоном или шалавой тут жизни не вид видал каждому ведь ясно в таких городах это считаю ветрянка большей части хватало того что лиза давала погонять дарила выклинчивого родителей но не всем дима ростик а из 9 в из параллельного класса видел на каждом перемене его фамилия была вроде бы ростовцев но его звали только ростик или дима второе имя я слышал только в двух вариантах учительском и раболепно заискивающим когда чем-то упрашивали ростик был костлявой рябой с железным зубом очень близко посаженным глазами и бритой подъезжей грыжей башкой он всегда носил один и тот же полосатый сальный свитер одни и те же полосатые треники одни и те же рваные кроссовки от него пахло паршивым табаком и гнилыми зубами много позже в стенах универа я пытался подставить такого ростика идущим по коридору и мне виделся обычный бич которому не хватало только пакетика с клеем в руке жалкое зрелище представлял бы ростик в белоснежных светлых только что отремонтированных коридорах которые видят дети в нормальных школах но наша школа не была нормальной она была местечковой преисподней а ростик служил в ней сатаной я не мои друзья не тянули в этой преисподней даже на мелких бесов мы были обычными детьми из обычных семей которые впрочем не были обычными для нашего городка например у каждого из нас были оба родители никто из наших родителей не сидел никто из наших родственников не кололся никто не был алкоголиком кроме дети паши разве что он но он жил в другом городе и потому не счет никто не повесился не зарезался никто из наших родственников не был бандитом этого хватало слегка и чтобы оказаться меньшинстве отец ростика умер давным-давно матью ростика не просыхала дядя ростика вышел когда мы перешли в шестой класс вышел после шести лет и вышел не впервые ростик был тем самым подавляющим обычным ли наших краев большинством судьба ростика от самого ростика зависела мало и была высечена в граните еще до его рождения я не раз видел как ростик в коридоре шлепает кого-нибудь из девок по заднице или хватает за грудь обычно мне было плевать строго говоря половина школа то и дело шлепала по чьей-то заднице или получал по заднице и подавала пинка в ответ отличие было одно ростику никто пинка не давал ростик общался с пацанами с верхней общался с пацанами с поселка общался с антошей внезапно не поливать мне стало на первый общий физре из культуры вела босс саныч федор александрович слепой и глухой ко всем чертям дед который тренировал юных футболистов когда еще наверное не было телеков что посмотреть футбол если кто-то громко но невнятно звал его оба саныч он не возражал он скорее всего слушал только все цаныч оба саныч не обращал внимание вообще ни на что он более менее видел бегущие по кругу колонны а это ему хватало я засмотрелся на лизу корзину она выделялась и на физкультуре спортивная майка как в рекламе кроссовок или дезодоранта такие никто и девчонок не носил носили фирму барселоны аргентины носили обычные футболки тогда еще не знал как ее зовут наши пути с восьмыми почти не пересекались а мы с пацанами редко торчали школе на переменах я поворачивал голову каждый раз когда колонна восьмого оказывалась против нашей на другой стороне бегущего кольца оба саныч остановил нас задал вольную программу подразумевалось что каждый должен заниматься в меры своей прыти и способностей крутиться на турнике отжиматься браться за единственную в зале гирю развивать гиппость и ловкость на деле это означало 10 минут анархии идиотизма на вольной программе оба саныч бегал сортир оставляя нас одних это была первая физра когда в зале без учителя осталось сразу 200 тупых голов жалкое подобие порядка закончилась и стоила баса ночью захлопнуть дверь кто-то и правда повис на турнике кто-то схватил гирю основная же масса делала то что тоже что и обычно рывком схватив волос пола не хуже ястреба антоха смотрел экран экран был цел антоха тяжелыми шагами побежал за восьмиклассником крича на ходу слышишь чушка постой минуточку пояснить пару вещей хочу и тогда не отвлекаясь больше я осознал что творится неладное лиза в слезах почему-то помятая выходила спортзала все кто был поближе к дверям смотрели на нее а на том месте где она стояла минуту назад теперь стоял ростик скоро вернулся об ассаныч отсутствие одной ученицы он даже не заметил мы снова побежали к кольцом я незаметно перестроился в гоняя бегущих впереди и меняясь с ними местами я продвигался ближе и ближе голове пока передо мной не выросла спина кости быстрых он видел по крайней мере часть на моменте который привлек его внимание все уже началось ростик уже был рядом с лизой резко к камни бросал какие-то рубленые фразы лиза смотрел в пол потом он подошел ближе лиза выставила руки перед собой и перелось ему в грудь он резко отбросил ее руки от себя что-то сказал лиза друг ударила в плечо он обеими руками толкнул ее так что можно было стену пробить лиза упала на мат а ростик повалился на нее сверху и изобразил несколько незамысловатых движений тазом лиза завязала стала отбиваться ногами ростик поднялся и повозил средним пальцем по ее губам пока она поднималась пола чё будешь сосать это кости услышал отчетливо остальное не разобрал спектакль разворачивался под дружное ржание со всех сторон таких фокусов со своими местными не выкидывал даже ростик за местных могли спросить братья отцы соседи но лиза была богатая из другого района за нее постоять было некому я сорвался с места не обращая внимание на дурацкий свисток оба саныча я побежал колонии 9 в прямо к ростику я выдернул его за шиворот опрокинула землю и бил бил холестал костяшками кулаков пока она был не полетели кусочки щек похоже на красное желе так бил сам ростик и видел это много раз конечно все это я проделал только у себя в голове но этого хватило чтобы ужаснуться своему внезапному приступу бессмертия и крепко задуматься его причинах через 10 минут физра закончилась еще не отдавая себе полностью о том что и зачем делаю я поискал лиза в кабинете где 8 и 8 бы намечалась литература поискал столовой в женском туалете и даже мужском нашел ее под лестницей у пожарного выхода она всхлипывала свернувшись за родышем не веря в собственную самоубийственную храбрость стараясь не думайте последствиях которые непременно наступят если кто-то узнает о моих словах и сказала что ростик чушка зафоршмачены и еще кое-что на д и на п и не стоит вообще-то обращать на него много внимания потому что его мать заделала по пьяни вот выпал дурачком не помню что она говорила и что еще говорил я помню как какой-то момент она подняла на меня большие влажные карие глаза и улыбнулась а я удивился и и почти что умер странное чувство не знал что ее зовут лиза корзин но не корзина а корзина она узнала как зовут меня мысли заставили чуть ли не лучшими друзьями кроме шуток я рассорился с пацанами и в первую очередь с антохой антоха яростнее всех меня костерил заявил что я променял их на дырку и они стерпел мы надавили друг другу по хлебальникам до красных соплей ни на какую дырку никто никого не менял это все-таки немного другое лиза не была моей девушкой хотя в глубине души я всегда этого хотела я в свою очередь не был для нее никем вроде я парня иногда на судил о чем-нибудь таком но и только нет мы были настоящими друзьями тем более настоящими чем глубже мы укутывали себя в зыбкие выдумки и грезы странных долгих разговоров за полночь все о чем мы говорили было для нас куда более настоящим чем безумная людоедская общажное и барачное зло города за окнами у нее были необычные интересы нет не так она увлекалась на мой тогдашний взгляд такой дичью что не в сказке сказать не первом писать начнем с того что она наверное была единственного всей нашей мухасране человеком кто подозревал существование межборд она пыталась и мне показать чем там соль но мне все это тогда показалось дохрена мутными делами отплевался отбрыкался она обожала звездные войны и фэнтези здесь я ее понимал до чего уж там раньше мы всем двором улупили друг друга палками играя в варкрафт она слушала такие группы как гриндей из erasmus может ничего особенного в тех краях где горел сентябрь вот только у нас сентябрь не горел у нас горели только круговские золотые купола которые на груди наколоты нет и стад в крови еще много изобертуара бутырки пятилетки и других легенд школьных дискотек до переезда большой город я ни разу не слышал слову гопник наших школах не водилось никаких субкультур из десятых не рэперов не панках нема не готов только ходили легенды о нефорах будто какая-то такая гомосятина водится властном центре а за фотку какой-нибудь вроде гриндей в телефоне могли пальцы переломать она рисовала комиксы бог то мой рисовал комиксы черно-белые цветные сперва рисовала по звездным воинам и другим вселенным потом начала придумывать свои персонажи и мир и пробовала рисовать мангу и пришлось объяснить между такое манга она потягивалась и смешно зевала как котенок она прыгала на диване каталась по квартире на моей спине распевая твенти ванганс карикатурному русским акцентом она рисовала на мне татуировки с дартом вейдером и звездой смерти с синей ручкой она молча глядела на меня большими карими глазами мы смотрели странные как метр доказалось кино старые зарубежные но не терминатора а альма до вара кубрика и тарантино мы рубились в мартак и в монополию мы воображали что живем не здесь если бы я захотел представить что-то невесомое тонкое почти прозрачное в то же время горячее живое сочтающейся жизни я не могу придумать ничего лучшего чем она мы засиживались до вечера до самых родителей болтая во всем и ни о чем а за окнами на теплотрассе на выпалших наш кишках минеральной ваты грелись собаки весь десятый класс я жил на две жизнь утром я просыпался как и каждый день до этого полосне вступал по ледяному кафелю в трещинах полос искал рот из капроновой кружки и плевала разноцветную пастую в раковина цветные брызги казались одинаковыми по тусклой желтой лампочкой накаливания я брал хлеб и плавленый срок в холодильнике орск как и каждый день до этого натягивал старые брюки в нитках как каждый день до этого нырял в дорогую пуховую куртку единственную дорогую вещь во всем шкафу выходил холодную темень бледный зайчик от карманного фонарика на снегу желтый свет пар десятков окон там тоже кому-то в школу окна светятся сами для себя не дают света фонари далеких звезды на железнодорожных путях на улицах в нашем районе никогда не было фонари только мой фонарик разгонял тьму до школы два километра по городу не по лесу это хорошо кто-то идет школу через лес через кладбище в карамешной темноте один школу в поселке давно закрыли и порезали кого-то нарезали к нам хорошо бывало когда подвозил водители с отцовской работы всегда хорошо он возил дочку в школу забирала меня за компанию в уазике грела печка играл лесоповал убаюкивало однажды зимним утром уазик не приехал и не заезжал больше никогда водителя сократили это было первое за долгий год утра когда я шел в школу пешком косые черные избы с валившими себе зубами в ртами окон то тут то там бликует зайчик на грязном стекле облупившиеся заборы наваливаются на дорогу словно хотят кого-то поймать улица в ямах без асфальта на лужах блестят корки льда я люблю наступать на них и слушать как лед хрустит но сегодня ухожу их стороной не страшно все что я слышу звук своих шагов они такие тихие осторожные я слышу все что только не есть вокруг но я боюсь что наступлю в лужу что лед захрустит я не услышали приближение я знаю что они где-то рядом я не знаю как они могут выглядеть не знаю могут ли они вообще выглядеть я только знаю что они рядом прячется за черными соснами опираются на кирпичные стены пятиэтажек смотрят под ноги чтобы разглядеть меня в темноте они не двигаются не шумят ждут какого-нибудь стука или треска чтобы не слышно подойти ближе я наступаю на лужу лед под ботинком хрустит как кости они стали ближе они радуются как дети хлопают страшные ладоши они наконец-то меня нашли три месяца к ряду я выходил в школу только на рассвете мама проводив меня обычно сразу ложилась спать а я в полном обмундирование усаживался на ступеньках на первом этаже и битый час сыграл в игре на телефоне приходил ко второму уроку иногда к середине на мои опоздание кто матери не звонил его привычное многие ходили из поселка на лыжах и промахивались порой на один-два урока пришел да и ладно теперь я вспоминал те детские годы со смешанными чувствами мне казалось смешным мимо и страхи мы успели проползти на брюхе весь город кругом забрались за эти годы в каждую дыру куда пролезла башка хоть днем хоть ночью но каждое зимнее утро проходя знакомыми улицами я с неясной тревогой шарил лучом фонарика в верхушках сосен и снова я отворял тяжелые деревянные двери школы притянутые пружиной снова раздевался в гардеробные похожие на армейскую коптерку снова поднимался по бетонной лестнице на второй этаж как и каждый день до этого но теперь каждый день я думал только об одном когда же все это закончится когда за мной захлопнется тяжелая дверь а я втянул носом бурую пыль и запах привыла листвы когда пойду с серыми заборами примятыми с буду на избами грязно-голубыми остановками маршруток пятиэтажными кирпичными островами к моей оги-ги к островку отдушине которые сделали мы вдвоем как гагара из тунгусской сказки ныряя на самое дно и поднимая наверх по комочку земли содома бедалам начатый пожаром закончился не так конечно как привыкли жители больших городов никто не отстроил нам новый крутой корпус нет просто нас порезали там где были вы и г остались а и б кое-где стыдливо торчали одинокие а как память о былом алфавитном разнообразии более менее хорошая школа из квартала кварталом у нас звали центральную самую цивилизованную часть где стоял не работающий единственный на весь город светофор забирала себе самых прилижных оставляя нам всех ростиков рамиль и за туров малевых и гусейнов родители лизы корзиной похлопотали на этот счет одним из первых новый учебный год она должна была начать уже там но мы не отчаивались я знал где искать кончился девятый класс забросив с наших спин изрядное количество ростиковых гусейнов включая ростика собственной персоной слиняли практически все кто со скрежетом зубовым долги а и не надеялся найти в одиннадцатом классе что-то хорошее слинялись со справками и многие из тех кто гиани сдал на их счет давно не имела иллюзии даже самые оптимистичные учителя и не про какой второй год речь уже в общем то не шла осталось строиться самых дегеративных обморков которых даже со справкой не брал техникум и которых с материнской надеждой дожидалась зона осталось наверное ненадолго я не верил что им удастся что-то сдать хоть с учительской помощью хоть с божьей в хлипком десятом и совсем лысым одиннадцатом оставалось всего 38 голов из которых 35 были более-менее приличными людьми целый день и на уроках я думал про лизу представлял как дойду до ее дверей железных и черных с хитрыми сложными замками словно ворота в потаенный мир может быть она уже пришла может у них сегодня один лишний урок и девятиклассники у них учились почему-то дольше наших десятых тогда я посижу подожду ее в подъезде первый свой домофон я увидел только в большом городе даже вот таких олигархов какими мне виделись родители лизы в нашем городе не было и не могло быть никаких домофона если только они жили не в частном владении никаких новостроек в которых могло водиться что-нибудь подобное у нас отрдец не строили у нас вообще ничего не строили только сносили даже самым богатым богатеем приходилось обустраивать свои родовые замки в серых кирпичных пятиэтажках с деревянными подъездными дверями если они хотели жить в городе они в каком-нибудь коттедже закрайны но может ждать не придется особенно если плестись достаточно медленно пиная перед собой камушек как мяч мяч у модрича длинный пас назад но там уже нет никого мяч вернулся к кассель ясу кассель яс выходит из ворот какая игра я зайду в квартиру с глянцевым паркетом с кафельной плиткой на кухне лиза сварит кофе в кофеварке я ни разу не пил кофе до нее конечно он продавался всегда и везде но как-то не принято у нас пить кофе больше чай я в этой квартире как боги в гостях у барбоса ступни в старых носках на паркете выглядят пятнами инородной грязи дорогая куртка находит себе место в шкафу но на нее там косятся подозрительно не верит видели с какого плеча только что слезла в лизиной квартире нет половиков как у всех нет обоев стены покрашены нет линолеума и плита не газовая стекло керамическое из германии управляется касаниями пальца конфорки светятся красным когда нагреваются пойдем в ее комнату сплошь разукрашенную и расписанную ей самой сядем на ее диван на котором она и спит и ест будем прихлебывать кофе из чашек со штурмовиками и звездных войн и никогда не будем говорить о том как прошел день мы знаем как проходит каждый наш день и мы будем говорить только о том чего не было и никогда не будет о путешествиях и покричениях вдвоем а какой-то фантастической взрослой жизни в других городах морях и океанах об острове боли куда ее этим летом возили родители куда мы с ней скоро рванем о серфинге туда напомнит мне что такое серфинг потому что я забыл нет ждать не пришлось лиза встретила меня на пороге снова другая как всегда перекрасила волосы в почти молочный цвет с розовыми кончиками видимо в новой школе разрешали раздобыла серьги похожи на черные рыболовные крючки и длинные при длинные черно-белые носки в цифрах черт те что я улыбался лиза нет впервые за многие месяцы видел на ее милом лице тень страха я никогда не был дураком нет я не буду строить о себя деревенского непризнанного гения стомиком кавки я подозревал лишь получение ограниченном круге вещей за пределами фифы 12 и подозревал в основном благодаря лизе корзины но я не был тупым она пыталась что-то изображать на игр на щебетала это было жутко и ненормально я спросил ее прямо она попыталась отшутиться я спросил еще раз и она заплакала не на взрыв просто пыталась что-то объяснить комком в горле а слезы вытекали из глаз сами по себе наклялась что говорит правду и тут же говорила что не может все объяснить потому что я не поверю просила пойти с ней в одно место где я сам все увижу что-то холодное провернуло животе я не представлял что именно я должен увидеть и не очень хотел представлять когда лиза успокоилась ее страх собраться поглубже размылась и моя тревога на ее место пришло новое непонятное пока чувство как оказалось лиза теперь говорила обо всем не только со мной яркая вспышка злости и обиды превратилась скомканной стыд когда я понял что вещь идет про одну из новых одноклассниц странное чувство не прошло даже и не собиралась но вдруг ну стало вдруг легче не парень девчонка почему-то я сразу подумал про парня лиза вырвала меня из моих путанных мыслей их она говорила ненормальные вещи слишком ненормальные пожалуй даже для наших ночных и после школьных разговоров в новой школе она нашла двух новых подруг одна из них карина учились в одном классе с лизой но карина ей театральное вычурно закатывала глаза неестественно заламывала руки что это за тема лиза узнал когда карина познакомила ее с машей маша была просто потрясающе это самое именно та про кого говорила лиза в начале неожиданно родственная душа точно также застрявшая в сухой полыне кирпично барачанных пустырей и стылом печном дыме над избами золотой клетки из-за родительских денег в интернете с вечера и до зари первое что я понял из лизиного рассказа маша и карина собрали из самих себя тайны общества придумали свой кодекс правил читали всякую хрень которую вряд ли полагается читать 15 лет для ясности тогда я не всасывал ни слова но речь шла и про малый ключ соломона и не только не знаю кем они хотели казаться местными сатанистками ведьмами просто херками из села кукуева трудно ожидать более полезных идей а 15-летних школьниц которые пытаются быть эпатажными и загадочными рисует везде перевернутые кресты и собирают на компе картинки с расчлененкой фоткаются на фоне заброшек железнодорожных путей и мертвых заводских трупов в черно-белом фильтре в пластмассовых масках зайцев и утят для новогодней елки слушают старый американский рэп и заунывный видич хаос посреди бескрайнего колышащегося поля ростиков антош и гречнева серых покупателей марины цыганочки втроем с лизой они чертили пентаграммы крови из своих пакостных ручонок и своих тупых голов не дальше не хватало только потрясающей истории на манер восставшего из ада как что-то пошло не так но напугала меня лиза не этим она скомканно сбиваясь слепеча пыталась рассказать что что-то пошло не так что-то пошло не так небеса вроде бы не развязались полы тоже оставались на месте ни в один из их занятных вечеров рукоделия не произошло вообще ничего я никакими клещами не мог вытянуть из лизы причину японического страха этот страх я воспринимал нормально и считал совершенно логичным для их милого семейного хобби я был верующим носил крести как все вокруг и никогда не сомневался что они дьяволы все его братья от бабушкин науки во мне сидела стойко убеждение что богохульством и рисунками крови можно при нем приманить к себе что-нибудь весьма весьма говеные дед цирин бабушкин сосед тоже помню считал будто на человеческую кровь можно по глупости назвать таких гостей что они обрадуешься но что без и что шоу массы счет горами должны были по идее явить себя в том или том виде в крайнем случае похлопать дверями и под бросать вещь из полок и запутанного же рассказа лизы получалось что вещи не падали двери не хлопали а демонов вызывать они вообще не собирались они пытались найти нечто по названию стена вот стена ход 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 он ходит в стенах откуда они его взяли его притащила маша притащил оттуда куда никто из нашего захолустья еще не забредал отбитая шарилась и в торе и на корейских и японских сайтах и везде это в те годы в нашем-то городе собирала по крупицам всякую погонь которую я прочно ассоциировал с легкими способами мучительно умереть обоссавшись и обосравшись перед смертью те знаменитые сейчас игры с лифтом благо лифтов столько этажей в нашем устью любинске не нашлось заманчивое приглашение кого-то попал в темную квартиру в три часа ночи любые советы с самых огромных форумов как найти потусторонние приключения на свою очку сидящему уютной городской квартире рациональному человеку это все конечно покажется собачьим вредом на тот момент я пару раз малодушно подумал убежать домой удалить лизе номер и навсегда забыть ее существования всего этого однако маши было мало ночи на паралет она искала что-то новое наткнулась на стенохода стеноход он ходит стенах штук 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 как едет по тоннелю поезд про самого стенохода они не знали ничего только не навязчивые советы как познакомиться с ним поближе если заснуть ночью в нежилом доме где есть замурованная пустота между тремя или четырьмя стенами и проснуться той же ночью без будильник или чьей-либо помощи шансы возрастают ни одно правило не обещала стопроцентного результата даже при заказе на выполнении условий только шанс проснувшись ночью в таком доме следовало подойти к одной из стен замыкающих между собой высоту приложить не ухо и тихонько постучать скорее всего сразу ничего не получится скорее всего не получится ничего вообще нужно постучать еще раз и положить прислушиваясь постучать подождать постучать подождать и в какой-то момент замерев очередной раз то услышишь как идет синисти на ход стук 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 даже в теплой одежде на улице лиза выглядела как приезжие узкие черные джинсы по щей-кладку дорогущие разноцветные кроссовки безразмерная кофта с капюшоном у нас такое просто никто не носил не на картошку не школу не гулять не на праздник я шел рядом и смотрелся прилично даже пожалуй слишком прилично куртку все же стоило снять но я знал к бабке не ходи если остановит про деньги спросит первым делом и у лизы у нее на лбу светилась синеновая вывеска деньги даром и я шел с ней рядом как по углям примерно так наверное должен чувствовать все человек который пытается перелезть через спящего медведя приводить дела в порядок вспоминать кому в жизни причинил зло господи эти розовые кончики лизавета твою-то мать остановит на черной земле не легни или листья новые листья желтого и красного цвета старые листья цвета человеческой кожи в пасмурном небе над деревьями желтыми и красными углов узловатыми как руки старух торчал остов кирпичной трубы не души вокруг мимо нас лесенки сползали со склона желтушные пятиэтажки мы спустили вниз в котловину через вырубленный парку стадиона от которого теперь осталось лишь обглоданный пустырь фонарный столб до военные памятники в битых бутылках пошли рядами выцветших заборов и приземистых избы за заборами топили баня тянула дымом сосновых поленьев в сырой канаве у ворот возилась маленькая грязная дворняжка помню как европейской части россии я глазел со сквертом уртом на зеленой травы октябре у нас трава желтеет и жухнет в конце августа по обеим сторонам нас провожали ряды сухих скелетиков с полыни и с лебедой они вышли из-за угла далеко от нас в самом конце улицы я ждал но не все равно застали враспох четверо кто постарше кто помладше меня один старый кожанки с детским загорелым лицом похожий на грипп из-за черной кепки восьми клинки шириной с аэродром имел аргумент популярный предмет пацанского шика резиновую дубинку с поперечной рукоятью завидев местных лиза вздрогнула прижалась ко мне и вцепилась рукав еще защиты мне же осталось искать защиту у святых апостолов местные конечно увидев на сразу горланили гутарили между собой ржали по-прежнему но теперь не сводя с нас недобра глаз то с детским лицом не громко сказал заднему кивая на нас задний засмеялся я прекрасно понимал что жат сот улице опускать глаза билет самую глубокую дупу в один конец с другой стороны одного неосторожного взгляда могло хватить что проехать туда зайцем я как мог попытался слепить спокойное миролюбивое лицо я клянул всю компанию беглым взглядом был здорово пацаны 8 клинные глядя прямо меня сунул два грязных пальца в рот язычное свистну как воровоз лиза приросла ко мне мелко дрожала я лихорадочно собрался соображал куда утекать и кто и что подобрать против дубинки новости смеклины и вдруг оказался не сломавшимся еще до конца голосом ништяк сучка фраер живешь я неуверенно глянул на лизу она быстро помотала голову и испуганные глаза умоляли пусть говорят что хотят пусть уходит я не имел возражений они просто прошли мимо я шел или и ковал нутром как первоклассник специально для которого новый год пришел в сентябре руки тряслись лизу колошматил она по-прежнему жалось ко мне и часто дышала белые как мел даже маленькие бледные веснушки выцвели еще сильнее повинулись внезапному порыву я хватил рукой теплые худые плещи крепче приезжал к себе она не отстранилась так мы и шли дальше в неловких объятиях друг друга я вспоминал выпускную из девятых классов линейка чая вечером дискотека в актовом зале за дискотеку отвечал байер жал санович информатик когда ушли по домам все учителя кроме него он оставил актовый зал нам предупредив чтобы не включали на всю громкость матершина блатняк и только изредка заходил убедиться что никто не умер на место диджея за древний комп с видой xp и колонками сразу сил прошаренный компьютерщик лёша прохоров появилась пиво потом все глазели как в кунст камере на красивую бутылку итальянского шампанского который принесла лиза большая часть ростиков формили и их товарищей нажирались на шашлыках не желая больше проводить в стенах школы не дня это был самый приятный вечер какой только можно представить в обшарпанных стенах древнего актового зала раз третий за вечер играл творение неизвестной нам группа китае то самое которое тогда всех задолбала до рвоты сначала больно потом приятно на утро стыдно но вот такое обыскное в городах как я потом узнал бытует убеждения будто так называемые гопники всегда агрессивно воспринимали рок как дипломированный гопник разъясню это условно рефлекс выработался он через дремучую ненависть к челкастым неформалом и имел место только в больших городах в нашем заштатном городке не видавшим ни одного живого омобоя до дыр заслушивали небо славян кинчево и рамштейн или вот выпускной чтобы никогда больше не слышать эту дегеративной песню достаточно было показать пацанам одну фотографию творческого коллектива китай жаль тогда я и сам не знал как они выглядят эпичнее всех этот текст объяснила моя бабушка вот сперва товарищ секретарь райкома выступит потом семен иванович и директора а мы стоим больно конечно столько стоять потом приятно чай с баранками питьем а на утро стыдно потому что баранок объелась всю ночь животом маялась наша отскакали под выпускной песня затихала началась другая летний дождь игоря талькова спеты теми же у кого были право актеров и плюшки стынут услышав что-то похожее на медляк туловище по всему зал инстинктивно потянулись друг другу я позвал лизу танцевать она была теплой как котенок и положила голову мне на плечо а я неуклюже обнимал тонкую талию слушал гулки метроном в голове сквозь которую едва пробивалась музыка потом через пять или шесть песен на чей-то заказ колонки заорали июньский вечер бал выпускной зашел байер жал санович сказал что всех предупреждал и свернул банкет на улице было в ветрено и зябко как часто бывает вечер в наше лето темнело и окна пятиэтажек уже зажигались желтыми глазками а я вел домой леску держа ее теплую ладонь очнулся я когда нас едва не сбила пыльная старая машина я совсем забыл что мы идем по дороге вокруг не было ни автомобиля не прохожих мы рывком перебежали на бочину невольно разомкнув наш теплый контур постояли немного собираясь с мыслями и двинулись в путь уже не держась друг за друга словно ничего и не было за железнодорожным переездом со шлагбаумами грунтовая дорога спускалась к пруду не доеда шлагбаума мы свернули в сухие желтые кусты отошли подальше чтобы не привлекать внимание дежурного забрались на насыпь и побрели по щебню и бетонным шпалом впереди в кругом скальной срезе сделать черный железнодорожный тоннель выложены обход реки очень скоро небо свернулось и мир сжался до темного коридора чуть выше электровоза я почувствовал ногами знакомый гол давным-давно еще в 90-х мы жили у бабушки и дедушки на крохотном полустанке в три дома рельсы лежали почти у самой ограды когда шел тяжелый грузовой состав 30 40 60 лязгающих коричневых вагонов груженных углем и выбегал встречать огромный неповоротливый горхочущий зверь вырастал в клубах черного дизельной копоти и с его приближением земля дрожала и гудела все громче не подбегал к самому рельсам и клал ладошку на грудину чтобы дробный гул земли прошел через меня звенящая дрожь отдавалась под ребрами бежала сквозь пальцы как электрический ток сливалась сердечным ритмом и мне мерещилось то это не в груди это под моими ногами в недрах земли бьется и грозно гудит стотонное сердце я взял лизу за плечо она обернулась что случилось иди сюда что поезд идет не слышишь лиза прислушивалась гул нарастает я мягко тянул ее с колеи мы приезжали спиной к холодной стене как на расстреле и ждали он появился с ревом и свистом холодного ветра оглушительно лязгая авто сцепками молотя полу таратонными колесными парами по стыкам дрожащих как струна рельсов мимо нас проносили зеленые стенки вагонов и сумасшедшая чаще хорда темных окон в которых не было людей а был только я и испуганная растрепанная ветром светловолосая девочка стук 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 словно кто-то молотком с пятиэтажный дом осторожно полегоньку вколачивают гвозди в скалы зеленый как крокодил с к умчалась в лес волоча по проводам вереницы вагонов скоро ее стук затих вдали по эту сторону тоннеля уже не было построек только высокие черные сосны лиственницы и мелкие желтые березки знаку в самой колее щебень по краям насыпи совсем невысокой на этой стороне присыпала палкой полу и листвой маленькими шишками бухой хвои свет падал только из узкой полосы над путями совсем слабые в пасмурный день здесь царили сумерки я вдруг понял куда мы едем лиза не догнал ее слышишь она остановилась и глянулась что на карьеры что ли идем ну да туда в конце 90-х у нас собирались строить новый военный городок старый уже тогда разваливался на глазах в каждом доме свела плесень и осыпалась стукатурка казармы топило и в ливень приехал какой-то генералов из командирования символ за городком выкопали котлованы завезли технику чтобы не возить песок издалека вырыли два песчаных карьеры но в 90-е планы строить было труднее чем дома городок расселили неизвестно куда попросов пустые котлованы он превратился в призрак я не знал куда туда дорогу только знал что ближе всего эти через железнодорожный туннель наверное по этой дороге вообще мало кто ходил шкетами мы забирались в каждый подвал но пустые казармы и досы посреди темного леса пугали говорили что там живут то цыгане то наркоманы то бичи людоеды обязательно находился кто-то кто знал пацана брат которого был военном городке но по имени этого брата почему-то никто не называл может туда и лазили с новыми подругами оторвали за вы там все делали в городке и закинула да ты там тоже бывал до соврал я тут же понял каким идиотом будут выглядеть не зная дороги только на стройке в городке нет а что там она не ответила но по ее лицу пробежала тень как перед тем в квартире лиза боялась мы сошли с насыпи и побрали по лесу березняк совсем исчез нас окружили толстые стволы сосен заросшего и заросшего шиповника темнота сгустилась я старался запоминать предметы приметы мы прошли по путям совсем немного от очередного черно-белого пикетного столбика правда я не мог вспомнить цифру вместе куда лиза съехала с насыпи на заднице не боясь порвать новые джинсы трава уже заметно примялась а метров через десять мы прошли мимо толстой березовой ветки вкопанный в землю торчком сумраки сосновой чаще она бросалась в глаза как кости на голой земле никакой трапы не было мы проделялись через кусты и густую траву но видно лиза хорошо знала куда идти потому что совсем скоро я увидел врытый черенок от лопаты на котором болталась белая тряпка совсем маленький лет пять я сидел на маминой работе потому что больше мне некуда было деть тогда мы жили в большом поселке местном райцентре еще не в нашем городе где жила одна из моих бабушек и уже не на полустанки где жила другая в том поселке у нас не было совсем никого мама работала врачом в районной больнице я здорово запомнил горячичную мужика который страшно кричал ругался и пытался встать ему мешали точно такие же белые тряпочки которым он был привязан к койке лиза говорила что мать карина работает психиатром в дурдоме и карина часто притаскивает что-нибудь для них ведьминых шабашей использованы иглы перчатки пустые бутылки из-под физраствора видимо и тряпочка оттуда бетонный забор в юристых квадратах выскочил из ниоткуда мы просто упираясь с него пройдя очередные кусты богольника быстро темнело только сейчас до меня дошло окончательно мы пришли мы одни в военном городке я вспомнил тень тревоги на лизином лице теперь при виде этой серограда я и сам не на шутку струхнул городок встретил вас тишиной прямо перед нами уходила вдали разбитые изрезанные глубокими трещинами дорога из трещин пробивалась сухая трава по сторонам стояли зданию два или три или пять этажей серые и желтые какой-то административные за ним магазин ровный ряд домов и царского состава все давно вымерло черные окна без стекол смотрели на нас как пустые глазницы а в дверных проемах сквозил ветер мы прошли по улице как космонавты по поверхности планеты на другом конце оказалось одноэтажное здание похоже на печку лиза вошла в прямо в топку и я за ней она включила фонарик на телефоне я пожалел что не взял свой карманный свете лизиного в основном было видно как негры воруют уголь мы были покательный паутина троп ржавые вентили свисающие лоскуты разор на изоляции здесь лизин голос чуть дрогнул она светила на черный дверной проем между трубами за ним едва виднелась ступеньки вниз в подвал что-то важное оторвалось от места где крепились к моим внутренностям и ухнула самим подошвам кроссовок вдруг прошиб озноб на испуганное лицо лиза быстро привело меня в чувство я не собирался показывать ей себя с такой стороны подвал издевательски щерился чернотой как дверь с той стороны картинки рядом с которой по-английски написано бесплатные обнимашки я разом вспомнил все истории про наркоманов маньяков и беглых зэков которые живут в тайге на одном человеческом мясе ладно пошли я уверенно взял ее за руку надеюсь что она не заметит как трясутся мои пальцы и потянул за собой лиза посветила фонариком и за моей спиной и я увидел собственную тени на стене мой кроссовок опустился на ступеньку слишком резко слишком тяжело ступенька отозвалась оглушительным ржавым скрежетом мы замерли прислушались звук перепугал нас обоих но ничего не происходило и их от скрежета было быстро стихло осторожно стараясь больше так не делать и сошел на лестницу она все еще скрипела очень громко но все же не так как первый раз самом низу я умудрился провалиться ногой в промежуток между пугнутыми ступеньками зубы лязгнули я едва не откусил язык так случилось от того что нога достала до пола если бы не достала зубами я бы не отделался грохот которую я наделал напугал лизу она засуетилась вокруг моей ноги подумав наверное что ее как минимум оторвало я успокоил ее и сказал что лучше бы посветить фонариком посмотреть где мы находимся что вокруг нас лучше бы я не просил весь пол был заляпан чем-то бурым и засохшим не требовалось много ума чтобы понять чем тем же самым веществом посреди квадратного подвала была выведена пятиконечная звезда в круге лиза говорила что они разводили совсем немного своей крови на литровую бутылку воды но сейчас я не мог уловить разницу полуглядел так словно на нем забивали свинью лис это я знаю знаю не надо пожалуйста я прошу мне так плохо пойдем вопреки собственным словам она осталась на месте прямо перед нами была открыта железная дверь с тремя надписями черным маркером надпись обнадеживали напоминая что кто-то видимо все же выходила отсюда живым лиза никак не решалась я снова пошел первым чувствую как щекочет желудок растущая самооценка все стены узкого коридора были в длинных царапинах акчита когтей скажу честно я едва не сдох на месте лиза нагнала жути и наш поход через туннель через темный лес через заброшенный городок мало походил на селую прогулку но уже после первого бегала смотря подумал что лиза и подружки пожалуй заигрались все это при желании и уйме свободного времени можно было сделать просто гвоздем алиса теперь уверяла меня будто царапин не было а в следующий раз они уже были на месте не только она говорила что слушала как идет стеноход маша привела их сюда специально именно за этим не знаю простукивали она на все стены или просто родилась с рентгеновским зрением но чего-то она сказала что именно в подвале котельной есть изолированная пустота между стенами они на этом моменте я поёжился представивались спали здесь подвале и вдруг проснулись посреди ночи как в команде одновременно а дальше дальше они начали стучать по стенам слушать и минут через пятнадцать уже было разочаровавшись они услышали лиза описывала это как тихий тихий стук словно стена которую ты слышишь слушаешь идет глубоко под землю растает нее на многие сотни метров и там на большой глубине что-то перекатывается и стучит внутри стены приближаясь стук 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 как поезд который идет по туннелю не поспоришь это звучало жутко теперь я начинал думать что лиза пожалуй слишком доверчиво она испугалась этих царапин и я бы мог сделать конечно такие же за час или два может и стук и почудился в конце концов маша могла просто их разыграть сама постукивала чем-нибудь да достаточно было просто запугать извинтить убедить что сама слушать стук и он естественно тут же померещился лизе с кариной но говорить всего этого я конечно не стал во первых я понятия не имел насколько близки девчонки между собой может я убедил бы ее меньше верить новым подругам а может только настроил бы против себя во вторых я и сам до конца себя не убедил худшая часть меня все еще верившие в панике умоляла побыстрее свалить из этого подвала поэтому я сказал что и верю ей я объяснил что вся эта хрень с царапином выглядит очень сомнительно что кто-то мог нарочно нанести их те несколько дней которые троица не посещала свое кровавое капище а вот кто и зачем это уже другие вопросы когда более интересные я сказал что не знаю что могло стучать в тени и звучит это страшновато но выводы пока делать рано мало ли что может стучать старые развалившиеся на куски котельной наконец я сказал вот что пока я рядом ей нечего бояться мы во всем разберемся мне показалось что она успокоилась когда мы вышли за территорию заброшенного городка и пошли обратно к железной дороге она немного оживилась говорила гораздо больше один раз даже не смешно пошутила я посмеялся все равно так мне это так глава следующая рутинок крутил и не шли солнце садилось все раньше и вставал все позже я не заметил как наступила середина октября мы не виделись с лизой уже больше недели я решил зайти без предупреждений как обычно и делал уроков было много поэтому сперва я зашел домой и съел спагетти с котлетами из дома я вышел почти на закате не основу шел мимо изб и пятиэтажек мимо двухэтажных деревянных бараков мимо собак играющих коровью костью листья с деревьев облетели уже на доброй половину и порой трудно было понять не дорога где еще нет все скрывал сплошной слой палой листвы в лизином окне уже горел свет я вошел в подъезд позвонил квартиру железной дверью и никто не открыл я стоял по двери минут 15 или 20 позвонил и на мобильный отправил три смс типа барабанил лучше по железу все впустую я ушел домой опустошенной избитой стоку лиза ответил тем же вечером и я понемногу успокоился теперь я по крайней мере мог за нее не волноваться она сказала что заснула и не слышала ни звонков дверь не телефона я ни разу не слышал ее домашний звонок изнутри квартиры зато я отлично слышал его снаружи когда звонил как можно не проснуться от такого именно тогда я понял кое-что чего неприятно соединила нутро впервые у лизы появилась тайна от меня на другой день после школы она позвонила позвала гулять первое это было неожиданно раньше мы просто встречались у нее на квартире гулять и играть в приставку или лучше что-нибудь посмотреть это решала ли на месте я шел к микрорайону уже представляю в голове весь будущий вечер как мы будем гулять вдвоем возле пруда как сходим в лес за школой может соберем с собой еды из дома разведем костер в лесу в этот раз я взял с собой полностью заряженный фонарик так что можно было немного посидеть и ночью можно даже если лиза не замерзнет встретить рассвет но возле сырой бетонной трубы под железнодорожной насыпью я вдруг услышал огромный я вдруг услышал громкий хруст это треснули мои планы потому что рядом с лизы стояла маша я сразу понял что рыбак рыбака видит издалека машина вид была такая же приезжая девчонка air max и которых я раньше не на кому не видел и даже название не знал белые как тесто ноги спички в белых гольфах темно-синяя школьная юбка в складку черные ветровка chicago bulls с мужского плеча из длинных рукавов торчали только кончики пальцев с обломанными ногтями ломки и волнистые темные волосы со следами бесконечных перекрасок неряшливо обрезанные подкоры несколько маленьких багровых угрей на щеках острые бледные сколы равнодушные серые глаза похожи на стекляшки слишком много туши и подводки привет это тебя мы столько ждали улыбнулась маша улыбнулась неприятно вроде бы искренне но при этом выверена выучена словно когда-то училась улыбаться с нуля привет и кто это такой она все еще смотрела меня улыбалась но говорил уже с лизой это мой очень хороший друг она называла мне по имени ладно сестренка если он твой друг я ему верю сказано было с таким пафосом что я едва не заржал лиза бросил на меня взгляд умоляющий и осуждающий иновременно что-то среднее между для меня это важно и только не начиная 5 я спросил куда мы идем лиза была веселой как всегда если ее страх и не улетучился совсем то по крайней мере затаился она сказала тусить и начала рассуждать вслух почему одни виды птиц улетают на зимовку в теплые страны а другие остаются и как они между собой договорю и как они между собой договорились кто будет улетать а кто нет я слушал в полуха точно также как и маша мы смотрели друг на друга почти не отрываясь я пытался понять что за мысли вертится в этой крашеной головки она кажется изучала меня за все время маша отвлекалась два раза первый раз когда услышал звуковой сигнал вытянула из кармана белоснежный 4 iphone который я видел только на фотох второй раз когда лиза спросила кто писал и маша ответила что ее парень спрашивал где они мы шли по соломенное футбольного поля в сторону редких оголившихся у осин и грязно-синих трибун для болельщиков на склоне а за трибунами топорщились лесенкой 5 желтых трехэтажек а над ними выселись темные беззубые десны собак лиза говорила про своих родителей про скорые осенние каникулы спрашивала машу когда же она наконец посмотрит какой-то невероятно шикарный корейский ужастик про сестер а мне все мерещилось будто нас здесь двое я и эта странная девочка с непроницаемый серыми глазами следящими за каждым моим движением мы поднимались в гору в лес который начинался прямо за домом культуры и обступал не в ровным кругом гладкую плешность склоне на лысой горе россыпи лежали волны и целые природные пласты из камня путь наверх шел гладко только у самого подножья дальше топа круто задиралась кверху если внизу можно было просто шагать по камням переступая с одного на другой то здесь мы опустились на четвереньки и карабкались цепляясь за толстые галеные корни сосен присыпленные песком и хвоей маша быстро перемазала в этом песке свои белоснежные гольфы песок засыпался ей в кроссовке то она как и лиза не обращала на это никакого внимания когда мы забрались наверх солнце уже закатилась залез позади нас мы стояли в тени сосен как охотники индейцы на самом краю каменистой прогалины невидимые сразу и видели весь город серые пятиэтажки одиноко торчали среди полуголых деревьев и заборов над черными избами низко стелились дымы гребичная труба к отдельный выпускал в небо плотный паровый столб и казалось что это идет тепловоз только дым не черный алая закатного заря я его видел вдруг сказала маша не глядя на нас лиза вздрогнула кого спросил я маша впервалась меня взглядом она не говорила тебе говорила так ты про него кто это маша повернула лицо к лизе сестренка я видела вчера мне не показалось не проходила мимо нашей пятиэтажки где не закрыт подвал помощь за куток между стеной и гаражами я проходил и посмотрел туда было уже темно но мне показалось что что-то шевелится а потом он вышел из стены лиза пискнул и закрыл ворот ладонями маш мне страшно не пугай меня тоже точно видела это ведь мог быть какой-нибудь бич сказал я ты говоришь было темно наша посмотрела мои глаза взглядом которые не выражал ничего он вышел из стены не поднялся не из кустов вылез из кирпичей в стене нога рука потом голова ни лица ничего сплошная чернота не настолько было темно уж поверьте голова была вровень с крыши гаража если это он то он огромный как черт я бежал оттуда со всех ног прости что я тебе в это втянулась сестренка мне тоже страшно я не знаю что делать лиза не убирала рук от лица ее глаза блестели там ведь наш подвал наш мы ведь там ты думаешь он пришел он он ищет нас это точно лиза издала не то стол не то с хлип по блинным веснушкам покатилась слеза маш что нам теперь делать я не знаю сестренка не знаю я пыталась пытаясь придумать так еще не было ни разу все пошло по звезде я стоял недоумение и слова пробирали до дрожи они звучали так словно на меня в них она сама в них верила если она врет то врет невероятно хорошо зачем разыграть странная страшилка которая зашла слишком далеко это очень глупо если же она говорит правду но я не мог заставить себя думать о том что следовало из этой если весь путь обратно мы проделывали в густых сумерках вдвое дольше чем наверх несколько раз мы срывались из волной песка соезжали вниз по корням успевая хватиться только за третий или четвертый я разодрал локоть и ямку под калином маша голые бедра да так что живого места не осталось ладони мы и зарвали все втроем у подножия нас третьего карина я видел ее впервые как и машу до этого пухлое лицо длинные жесткие черные волосы похожие на конскую гриву отсутствующие черные глаза она выглядела такой потерянной погашей и неживой что я даже удивился когда она поздоровалась ожидая нас она скурила три сигареты свежие одинаковые бучки валяюсь под ногами один еще дымил вдвоем с машей не заверили меня что доведут лизу до дома бедняжка лиза выглядела хуже даже хуже карины и и потряхивала а в заплаканных каре глазах не отражалось ничего кроме отчаяния нет если это розыгрыш то он давно перешел черту я возвращался домой один слушая тишину и глядя в темноту хуже всего было представить что маша не врет но я не мог придумывать мотивов для такой извращенной убедительной и жуткой выдумки лизу колотила как под гидрокортизоном если это шутка то очень злая и жестокая шутка обычная в общем то шутка куда чаще прочих шуток мне приходилось наблюдать жестокие злые но разве стала были задружить с ними неужели не заметила бы издевательность над собой ведь не малехонькая не дурочка нашей школе и и всегда окружали подруги но если маша не врет значит они позвали к нам что-то очень стремное может на человеческую кровь как говорил дядя цирин или достаточно было простого стука только чтобы дать понять куда идти самое страшное чудовище какое я только знал ходила в стенах моей повышенной черепной коробки с того самого дня как я начал запоминать вещи хоть стучи хоть не стучи она всегда отвечала всю жизнь я видел такие коробки на плечах у каждого и мне не нужно было рождаться вундеркинном чтобы понимать раз есть раковина есть и тот кто не живет впереди светились огоньки пятиэтажек нашего района и размыто чернили на фоне почти такого же черного неба сосны в парке я превышенную руку за фонариком я не нашел его он остался там на склоне видимо выпал из кармана когда мы съезжали вниз чуть не кубарем четвертом классе был тот единственный раз когда я шел в школу без света читал с фонариком всю ночь и он сел и я шел мимо парка мимо заброшенной столовой в конце улицы кто-то шагал впереди меня в кармешной тьме я увидел только неясный силуэт он шел не очень быстро и я нагонял его еле слышно хрустнула ледяная корочка на луже а потом я видел еще один силуэт он появился внезапно спереди вынырнул с темноты подошел быстро мягко как кошка и обнял того кто шел передо мной а когда обнял сделал что-то быстрое много-много раз я услышал тихий свистящий хрип увидел как первый силуэт становится ниже оседает все это время я стоял неподвижно когда первый силуэт совсем опал второй будто бы хотел уйти но вдруг застыл эй малой он говорил пол шепотом очень мягко спокойно словно с улыбкой малой ты чего иди сюда я побежал без крыка без звука я не слышала собой топот она был уверен что он гонится следом я убежал пока не прибежал к дому залетел с ревом в подъезд и стал изо всех сил барабанить по нашей двери потом я узнал что утром в этом месте нашли труп местного скупщика цвет мета и сколотый шилом кого-то искали кого-то нашли может посадили может он ничего не сделал бы мне тогда даже подойдя к нему я редко думал об этом но с тех пор мне снился полушепот подзывающий мне стилоты как подзывают собак на отравленный кусок колбасы снится до сих пор ты чё мало иди сюда я снова попал то утро когда медленными шагами холодея вышел на пустырь и перед заброшенной столовой одно хорошо нет мерзких уж не наступить у них не хрустнуть льдом никто не сможет подобраться ближе завернувшись в этот звук но они следили шарили по земле бельмастыми глазами спрятав головы в верхушках сосен скрипя зубами от ярости они ждали когда я оступлюсь и я не оступался все что я услышал в голове словно поезд идет вдалеке стук 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 и Продолжение следует... Продолжение следует... Следующая глава... Это было 30 октября... Лиза не ответила на мой звонок... Я позвонил и на перемене, и потому не придал значения... Мало ли что... Если они своей ведьминской банной так ловко шастают по горам да по долам... То и в школе вряд ли сидят на месте... К тому же в последнее время все чаще случалось, что она не брала тропку... Не отвечала на сообщения... Раньше такого не было... Мы все время оставались с самыми близкими друзьями... И я терялся в догадках, в чем причина таких перемен... Но на предпоследнем уроке Лиза отправила мне сообщение... Я не прочитал его сразу... А последним уроком была самая трудная математика в моей жизни... Я просто забыл... Я пришел домой, как и каждый день до этого... Длинный латунный ключ с короткой бородкой дважды повернулся в замке... Поскрипывая... Я открыл первую дверь, распахнул вторую... Прямо у порога скинул корсовки, не развязывая шнурков... Закрыл обе двери и повернул ключ на один оборот... Бросил старый коричневый рюкзак в угол... Туда же, где стоял табурет без одной ноги... Закапанный белой краской... Скинул на пол куртку, стянул носки, сочувствовав прохладный линолеум с цупнями... Шлепая по линолеуму босыми ногами, прошел в ванную... Прохлада линолеума сменилась стерильным холодом кафеля... Не включая свет, открыл синий кран, намылил руки розовым мыльным куском... Ополоснул под ледяной струей... Ветер с старым махровым полотенцем в клетку... Подошел к дверям кухни и взялся за блестящую ручку... И тогда телефон зазвонил... Правой рукой я все еще держал ручку, а левым ухом уже слышал орингтон... Песню с Евровидения... Из кармана моей куртки... Я прошлепал обратно в прихожую... Наклонился за курткой... Она шуршала, пока я ее поднимал и копался, расстегивая карман... Когда я достал телефон, на экране был Лизе номер... Я нажал на кнопку с зеленой трубкой и сказал привет... Но там была не Лиза, голос был незнакомый... Взрослый, женский... Голос сказал, что мне звонит Наталья Алексеевна... Лизина мама... Голос спросил, не знаю ли я где Лиза... Я ответил, что возможно еще на уроках, ведь время только три с небольшим... Но голос сказал, что на уроках Лизы нет... Более того, она отправила по нескольким номерам очень странное сообщение... Одним из номеров был мой... Как можно более спокойным голосом я заверил Наталью Алексеевну, Лизину маму... Что понятия имею, о чем идет речь... Что сообщение я получил, но смысл для меня загадка... Что волноваться, наверное, не стоит... А вот решение искать дочь правильное... Она без телефона... Отправила странные сообщения и куда-то исчезла... Искать однозначно нужно... А я и ее друг и тоже буду искать... Буду делать все возможное... Мы попрощались... Раз, два, три... Трясущейся рукой я отлепил словно присохший телефон на щеке... С трудом попадая в кнопки, открыл сообщение... Последним было то самое от Лизы... Он забрал Машу... Мы идем искать... Пожалуйста, не ходи никуда... Прости... Стук, стук, стук... Так стучали мои шаги, я бежал... Они будут искать... Где они будут искать? Где... Где... Подруги... Друзья... Знакомые... Улица, дом, парк, школа, пруд, подвалы, подъезды, крыши, пруд... Парк, школа, морг, кладбище, параллельный мир... Они не знают где искать... Знаю один я... Уже нет времени... Он нашел их... Он забрал их... Всех троих... Стеноход, ход, ход... Он ходит в стенах... Я нанесся на разбирая дороги... И... Я быстро выдохся... Сознание немного прояснилось... Нужно беречь силы, иначе не добраться... Еще очень далеко... Слишком далеко... Прямо вдоль путей... Так быстрее всего... Железная дорога вывернет прямо к пруду... А потом туннель... Стук... Стук... Сердце выскакивалось под ребер... Молотил то по черепу... Полуторан колесной парой... Сначала я бежал... Потом быстро шел... Потом бежал... Потом быстро шел... Дыхание переходило на хрип... И медленно, ужасающе медленно... Пруд подплывал ко мне... Мне казалось, что я то бегу... То иду уже полдня... Но на самом деле едва прошел час... Когда я забежал по шпалам в темный туннель... Рельсы гудели знакомым гулом... Но теперь он был где-то впереди... Он удалялся... Сегодня пояс меня опередил... Я увидел... Избегаясь туннеля... Как его хвост скрылся за соснами... Еще немного... Нет... Много... Какой столб? Какой твою мать столб? Я бежал... Поскальзываясь по щебенке... Бежал, пытаясь не паниковать... Но я паниковал... Тем вечером я обещал себе... Что прочитаю цифры... На пикетном столбике... На оборотной дороге... Не прочитал... Де... Де... Не... Рад... И вдруг я увидел... Она мелькнула под темными соснами... Так же хорошо различимой среди них... Как месяц в ночном небе... Мне больше не нужен был столб... Теперь я заметил и кое-что еще... Плотнопритоптанное пятно траву из самого края на спе... Я шагнул вниз и покатился по спине... Провожаемой гремучей лавиной щебня... Чуть вкопанная толстая ветка березы торчала из земли в десятки шагов от меня... Я подошел ближе... Приметы не понадобятся больше... Если я вернусь, то только с моей Лизой... Она вспомнит дорогу... Ухватившись за ветку обеими руками, я налег, раскачивая ее ворчая в земле... Лесная почва подалась легко... Комни земли вспучились и вкопанный конец вышел наружу... Крепко сжимая ружье, я бежал дальше... Я не знал, что буду делать с этой веткой... Я не знал, можно ли вообще что-то сделать... Или можно только умереть с самой глупой смертью... Я не думал об этом... Ветка была лучше, чем ничего... Я бежал и холодный оздоб забирался под кожу... Белая тряпочка, повязанная черенки от лопаты... Белой тряпочки не было нигде... Я заблудился... Он победил... Завел меня в чаще, из которой нет выхода... Не паниковать... Не паниковать... Паниковать... Сколько времени уже прошло... Час... Два... Три... Забор... Он наскочил на меня так же внезапно... Как и в тот вечер... Ребристый бетонный забор... Теперь я видел его угол... Я вышел в совершенно другом месте... Но все равно вышел там, где надо... Только что сердце колотилось, как бешеное... Теперь, прикасаясь к этому забору, я не мог разобрать... Идет ли оно еще... Забор был сплошным... В этот раз мы пролезли через какую-то дыру... Теперь я не мог ее найти... Как ретин я водил свободно от березового посоха рукой по бетону... Надеюсь, что он раздвинется, как море перед Моисеем... Я пошел направо... Я передумал и пошел налево... Сюда был только забор... Целый забор с колючей проволокой наверху... Я брел вдоль него, как слепой, и нигде не видел ни одной дыры... Зато, когда забор кончился, я увидел кое-что еще... Я не осознавал, что делаю... Я просто пошел к просвету между деревьями... Между стволами сосен пробивался свет, как на большой просеке или опушке... Так не может быть в сплошном лесу... Там пустое пространство... Я шел наугад, двигаясь тихо, как всегда... Когда шел в школу по утрам... Я обогнал последнюю толстую сосну и шагнул на открытое место... По краям здесь росли березы и осины, и вся прогалина отопала в листьях... На самой прогалине деревьев не было... Она шла от кромки леса до края громно-песчаного карьера... А слева, близко к деревьям, в метрах пяти от меня стояли Маша и Карина... Карина была в перчатках и держала в правой руке длинный кухонный нож... Еще одни перчатки валялись на земле... И Маша, и Карина, и перчатки, и нож были все в крови... Все в крови, как на скотобойне... А на бурых листьях у их ног лежала помятая, вываленная в грязи красная тряпочка... Неподвижная кукольная тельца... Маша подняла голову и увидела меня... Стеклянные серые глаза расширились... Лицо вытянулось... Никто из нас не ожидал увидеть то, что увидел... Мы стояли и глупо пялились друг на друга, парализованными внезапно потрясением... Раз, два, три... С диком визгом Маша вырвала нож из рук Карины и бросилась на меня... Вдруг пропал почти весь звук и свет... Лизая приближалась, как в замедленной съемке... Вместе с перекошенным лицом, уже не похожим на человеческое... А я слышал, как глубоко в земных недрах идет снегоход... Стук, стук, стук... Я не помню, как размахнулся, но помню, как со страшным треском березовая ветка встретила ее голову... И как-то час пропало наваждение... Глядя, как Маша без крика, без звука, нелепым мешком ввалится на землю... Как расцветает кровью багровое пятно у нее на лбу... Я вдруг... Осознал, что передо мной просто девочка-подросток, пятнадцатилетняя школьница... Карина не шевелилась, она смотрела на меня, широко раскрыв глаза... Но по ее неживому лицу было нельзя понять, ужас это удивление или что-то еще... Эмоция была пластмассовым, кукольной... Она медленно, очень медленно отступала, пока не уткнула спиной в дерево... Тогда она сползла по нему, съежилась и застыла, не сводя с меня глаз... Маша распласталась бесформенным чучелом по залитым кровью бурым листьям... А чуть дальше лежало то, что еще недавно была Лизой Корзиной... Моей Лизой... Медленно чувствуя, как барабанит Марш в висках, я отпустился на колени рядом с ней и попытался найти пульс... Не нашел... Я разодрал грязный рукав ее футболки, чтобы хоть чем-то перевязать страшные ран на животе и груди... Но ран было очень много... Так много, что меня едва не вырвало... Кровь из них уже не сочилась, она застыла, как желе... Я смотрел в пустые карие глаза, пытался с силой мысли заставить двигаться окаменелые зрачки, почти закатившиеся под веки... Из рук мое сознание стало четким, холодным, блестящим, как снег в свете фонарика... Снегоход, ход, ход, говорил мне нараспев, приплясываясь в стенах, подбери перчатки, подбери перчатки и выброси подальше, выброси подальше... Толком не понимая, что делаю, я поднял окровавленные хирургические перчатки с земли... Подошел к Арине, которая все еще не шевелилась и тихо скулила по дереву... Она завыла чуть громче, когда я начал стягивать перчатки с ее коротких толстых пальцев... Но я приложил палик к своему рту и сказал... Почему-то она затихла... Я набил бледные латексные мешочки камнями, подошел к краю карьера и забросил так далеко в пропасть, как смог... А потом вернулся к телу Лизы и сидел над ней молча, не двигаясь, пока меня не оторвал от нее сержант ППС... ... ... ... ... Продолжение следует... 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 51. Тебе кто разрешил быть таким классным? А тебе? Меня тошнило и в глазах темнело. Родители Лизы серые, как цемент сидели и не знали куда деться из этого ада, а в зале суда на самых серьезных щах обсуждали эту чушь. Бесконечные простыни текста, пробитанные сперва неуверенными, а потом уже очевидными флиртом с обеих сторон, стали в тот день доказательством не только для суда. Первым делом они доказали мою безнадежную кромешную тупость. Суд же заинтересовался ими по простой причине. Вадик и Лиза были не единственными читателями этого многотомного полотна. Их переписку читала Маша. В общем-то это был конец. Если кто-то до сих пор сомневается насчет мотива, то теперь все сомнения растаяли как дым. Маша не читала простенохода. Она выдумала его сама от и до. Она никогда не верила в его существование. Но она убедила в его реальности свою подругу или, если сказать точнее, своего питомца, внушая ему страдающую галлюцинациями и бредом воздействия, неспособную целиком отделить вымысел от реальности Карину. Вместе они продумали и расписали по шагам прогулку карьером. Как Карина заведет ее в лес, а Маша будет ждать там. Кто будет держать, кто колоть ножом, сколько раз нужно ударить. Сходили на заветное место не раз и не два и с Вадиком, и без. В переписках они говорили только про стенохода и про Лизу. Обсуждали, как зарежут ее и съедят. И как стеноход примет их к себе. Одновременно с этим маленькое чудовище дрессировало Вадика, как Каа Бандерлогов. Она втираивала ему про вечную любовь, которую надо доказать про то, что лучше убьет себя, чем расстанется с ним. А для того, чтобы не расстаться, нужно обязательно завершить ритуал. Она хотела, чтобы Вадик заслужил прощение, стояла рядом и смотрел, как они будут убивать Лизу. Судя по всему, Вадик почти согласился. Значит, трудно объяснить, почему он так долго медлил и ничего не делал, зная, что задумали две маленькие твари. Скорее всего, он соскочил в последний момент, когда Маша, принянутая чувством безнаказанности, власти над чужой жизнью, рассказала ему, что они с Кариной собираются есть мясо и пить кровь после убийства. Думаю, именно на этой остановке Вадик начал что-то подозревать. Он испугался и пошел к ментам. Наряд приехал не по взмаху волшебной палочки. В ту секунду, когда березовая ветка врезалась в машин шейп, Уазик уже продирался грузным зверем через лес, поворачивая туда, куда указывал Вадик. Маша все продумала с дотошностью Теда Банди. Она прекрасно понимала, что Карину с диагностированной шизофренией ждет дурдом. А значит, основная работа должна достаться ей. Маша просчиталась в одном, не ожидала, что из леса выйду я. Она не удержалась. Захотела сделать пару фото на память на свой новенький четвертый айфон и слишком рано сняла перчатки. Ее отпечатки нашли на ноже, а я врал под следствием. Я сказал, что видел только, как нож держала Маша, когда она указала, что била Карина. Следователь не поверил. Они были почти одного роста, обе правшие. Обе перемазались крови с ног до головы, а отпечатков Карины не осталось на ноже. Тут-то она и вспомнила про перчатки. Ее спросили, почему перчаток не нашли на месте преступления. Она не знала, что ответить, замялась и выдала что-то вроде «потерялись в траве». На поляну осматривали по сантиметру. До этого Маша уже раз десять пыталась ввести вследствие заблуждения, и перчатки пошли за одиннадцатые. А Карина с того дня не сказала больше ни слова. Может, я сделал еще одну огромную глупость, но тогда мне хотелось верить, что это моя последняя дань памяти Лизы Корзиной запереть на долгие годы чудовище, которое на самом деле отобрало ее жизнь. Оно до сих пор там, теперь уже во взрослой колонии под Иркутском. Мы переехали в большой город за тысячи километров от родного нарыва, как только закончилась школа. Я ничего не знаю о судьбе Карины, не знаю, как сложилась жизнь Корзинах, потерявших единственную дочь. Я знаю только одно, больше никто и никогда не нальет мне кофе в чашку со штурмовиком, не будет щебетать про волшебный остров Бали и не подтянется, зевая, как смешной котенок. Лиза Корзина покинула город, нигде, как мы с ней и мечтали. Мне все чаще снятся цветные, необыкновенные яркие сны. Они все про одно. Продолжение следует...